Давайте Богу воздадим аплодисменты. Давайте будем провозглашать, пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте будем наслаждаться благоценением первенца в эпоху 237 стран и восстановим благоцен 10 тысяч верующих. Сегодня у нас с вами воскресный день и как свидетельство того, что все наши проблемы Он закончил, Христос после смерти на кресте воскрес, поэтому и теперь силой воскрешения сходит Царство Небесное на нас и на все наши местодействия. Я благословляю вас на это. Проблемы нашей жизни невозможно решить, если не воскресение. Потому что проблемы мира, проблемы жизни – это духовные проблемы. Поэтому ради того, чтобы решить наши проблемы, вот Христос, Он умер на кресте и воскрес. Значит, на этой земле было много всяких происшествий, событий. Но что бы ни происходило в этом мире, оно несопоставимо с великим событием, событием воскресенья. Если есть доказательства Божьей любви по отношению к этому миру, то это воскресенье. И вот Бог, Он через меня, через вас, Бог, Он желает, чтобы и я, и вы, мы жили с вами как свидетели воскресенья, чтобы мы с вами могли спасти в будущем 237 стран, 5000 племён. И Бог, Он желает, чтобы мы с вами были свидетели воскресшего Христа. И когда мы говорим о воскресенном Христе, это и есть проповедование. И будучи свидетелем воскресшего Христа, вот мы сейчас смотрим на 237 стран и желаем передать им Евангелие. Вот это называется миссионерство. Поэтому в итоге, в чём Божий интерес? Чтобы об этом воскрешенном Господе Христе, об этом воскресенье, было свидетельствовало по всему миру. Вот в этом Бог заинтересован больше всего. И те люди, которые имеют такое в сердце желание, Бог, Он благословляет таких людей. Посмотрите на историю. Вот в каждую эпоху были люди, которые были свидетелями воскресшего Христа, которые жили как благовестники, как миссионеры. И не только они, а и потомки их получили благословение. Вот история нам свидетельствует об этом. А если упустить это благословение, тогда хоть мы и собираемся, но... да, вот тогда мы не сможем получить эти благословения. Но история говорит нам о том, что те, кто этого воскресшего Христа свидетельствовали, не только они, но и дети получили благословение. Поэтому наша церковь изначально была поставлена Богом для проповедования, для миссионерства. Поэтому у нас есть вечное вот такое выражение. Весь мир евангелизируем через миссионерство. То есть почему наша церковь существует? Ради проповедования, ради миссионерства. Поэтому мы, для того, чтобы получить ответ евангелизации 237 стран, мы подготовили это здание церкви. И сейчас мы готовим новую систему. Для чего мы это делаем? Чтобы заниматься миссионерством 237 стран. Ради движения проповедования, о котором Бог радуется больше всего. Поэтому Бог сейчас вот так подготовил новую систему в нашей церкви. Вот когда Иисус, Он явился в последний раз перед Своими учениками, вот мы прочитали, что Он говорит? «Идите, научите все народы, поставьте учеников во всех народах». То есть весь Божий интерес находится именно в этом. Вот один человек, он сказал, зная, что мы сейчас, ну как бы, что мы сейчас делаем ремонт. Он говорит, что сейчас все вот эти будки для перевода, все вот эти отделы, все это ради миссионерства. Он так сказал. То есть зачем вот мы сейчас вот это сделали ремоделинг, потом вот сейчас мы вот эти подготовили комнаты для перевода. Кто-то начал говорить, зачем прям так сильно вы вот это все делаете? Ну, конечно, и такие есть люди. Но я так понял. Сейчас наша церковь существует ради миссионерства. Поэтому в нашей церкви вся система, которая есть, это все ради миссионерства. И вот я вижу, как верующие на свою церковь, они тоже молятся за это. И вот этот диакон, вот он так сказал, все здесь ради миссионерства. То есть не просто так вот комната для перевода, чтобы перевод был, а и этот перевод должен пойти в 237 стран. То есть все ради миссионерства. Поэтому для того, чтобы провозглашать это Евангелие по всему миру, миссионерство. Поэтому вот наша церковь для этого. И поскольку, поскольку есть такой ответ, то вот мы имеем, да, вот мы вот так вот видим. И вот один человек, и вот один человек, он вчера сказал, на прошлой неделе сказал мне, что один неверующий дал пожертвование на строительство церкви. И вот был тоже в Библии такой царь, царь Дари, он тоже был неверующим, но он начал строить храм в Иерусалиме. И вот я увидел, что в нашей церкви происходит такое действие. Почему? Почему это важно? И если мы с вами не будем с Евангелием выходить в 237 стран, этот мир просто начнет захлебываться, умирать из-за духовных проблем. Один человек, он отправил мне сообщение. Получается, есть собрание молодых бизнесменов, и кое-кто опубликовал форум, что кто-то узнал, что вот в церкви Хана сейчас происходит ремоделинг, и вот они говорят, вот дайте этот, дайте банковский счет, я хочу пожертвовать деньги. И еще был один человек, получается, это наш верующий, его мать, она умерла, но обычно на похоронах там тоже люди приносят как бы некоторую такую финансовую поддержку, и все вот эти, позже, все вот эти финансы он отдал на ремонт церкви. То есть, если Богу не действует таким образом, невозможно, чтобы такие святыства появлялись. То есть, есть причина, почему мы живем на этой земле, чтобы стать свидетелями воскресшего Христа. Что бы говорить это Евангелие? Воскресение Христа это и есть суть Евангелия. И будучи свидетелем воскресшего Христа, выходите во весь мир, потому что ничем другим невозможно решить проблемы этого мира. В этом мире много выдающихся людей, много всяких умных людей, но ничем этим невозможно дать ответ человеку, ответ на жизнь человека. Поэтому мы с вами, став свидетелями воскресшего Христа, Бог, Он сделал так, что мы выйдем в этот мир. И вот этот воскресший Христов, Он сейчас сидит на престоле Божьем. и одновременно действует и одновременно пребывает с нами, со мной и с вами на этом месте. Вот мы если прочитаем сегодняшнее место в Писании, то воскресший Христос, Он говорит, «Я пребуду с вами во все дни до скончания земли». То есть сейчас воскресший Христос, сидя на престоле Божьем, прибывает вместе с нами, и Он совершает Своё Слово. Тогда всё, что вы не делаете, все ваши проблемы, все ваши происшествия, и каждый день — это ответ сам по себе. Потому что воскресший Господь, Который сейчас на престоле, со мной пребывает. Поэтому даже если я что-то сейчас сделаю, это ответ Божий. И проблема, которая у меня сейчас есть, это ответ от Бога. И сегодняшний день сам по себе является ответом от Бога. Вот это надо найти. Поэтому что важно? Господь, пребывая на престоле Божьем, вместе с нами находится и и Он делает так, чтобы мы получали совершенные ответы. Поэтому я ещё раз скажу, это важно. Каждый день Бог делает так, чтобы мы с вами получали и наслаждались ответами. Ради этого произошло воскресенье. Вот это нам необходимо с вами найти. Поэтому не усилиями что-то делать надо. Не надо там «Мне надо что-то прилагать, чтобы получить эти Божьем». Нет, надо просто найти и именно наслаждаться. сейчас Господь, который на престоле, Он делает так, чтобы через каждый день, через какие-то ситуации, проблемы, трудности, мы получали ответ. Послушайте, для нас какие бы проблемы ни пришли, они не проблемы, но наоборот. Из-за этой проблемы мы благодарим, мы радуемся. Почему мы радуемся и благодарим из-за проблем? Потому что придут проблемы, это не конец. Придут гонения, это не конец. Потому что воскресший Господь, Он и сейчас вместе со мной прибывает. И Царство Небесное сходит. Поэтому все происшествия, проблемы, это не проблемы. Они сами по себе являются ответами. Поэтому мы видим, что за всё необходимо благодарить. И вот давайте мы с вами в это воскресенье найдём это и будем этим наслаждаться. Какая бы проблема ни пришла, это не проблема. Послушайте, ваши обстоятельства, не впадайте в ваши обстоятельства. Там внутри есть благословение, которым необходимо наслаждаться. И каждый день Бог дает нам совершенные ответы. Вот это есть событие воскресения. Итак, посмотрим первое. Значит, теперь необходимо найти благословение вот эти воскресения и передавать их на местах действия. Первое. Иисус, воскресший Христос. Это первое. Иисус является воскресшим Христом. Первый человек это Адам и вот он вложил Божье Слово в своё сердце. и человек он не тот, который живёт как бы только по плоти. Человек он живёт по принципу. Какому принципу? Птица живёт в небе, рыба в воде. Это есть принцип сотворения изначально. А человек он... Как он живёт? Человек он получил образ Божий, поэтому он находится внутри Бога. Поэтому человек он живёт вот таким, как творение, пребывающее внутри Бога. Но из-за того, что ослушались Бога, отошли от Бога и стали жить теперь как плотские люди. Поэтому после отхода от Бога как люди стали жить с таким мышлением? Мне надо усердно что-то делать. Но именно из-за этого человек страдает и приходят трудности. Люди так они говорят. Я тоже не получается жить так, как я хочу. То есть не получается жить так, как человек хочет. ну это так. Потому что так, как я хочу, ну не получается. Но люди они люди они вот так вот живут, поэтому само собой находится в трудностях, бремя, труждение, труждающиеся. И вот когда человек думает «Ага, я должен жить своей силой, жить по-своему», тогда кажется человек он живет своей силой, но на самом-то деле не видим мы глазами, человек он схвачен сатаной и живет как раб сатаны. Жизнь, где человек является слугой сатаны. А почему так происходит? А потому что мы родились как потомки Адама. И все вот эти проблемы они постоянно передаются. То есть они не остановились это, они постоянно передаются всем людям. Поэтому как бы мы с вами не были вот в бремени, само собой человек он приходит к поражению. Поэтому нам, которые находились в поражении, Бог он дает обещание, что я решу ваши проблемы с семенем жены. Бытие 3.15. То есть семя жены разрушит голову тьявого, голову змея. и в этом мире Бог он обещает, что он решит через Мессию, который является ковчегом завета. А люди жили по своими силам, по своими мыслям и стали пленными. То есть люди живут тем, чем они сами создали. Но все это созданное людьми не является вечным. поэтому Бог он сам отправляет Мессию и он дает обещание, что я отправлю, да, Бог дает обещание, я отправлю Мессию и буду править вами. Вот это, для этого и была вот эта земля Ханан. Поэтому сказано идите в Ханан. Почему? Потому что вы войдете в Ханан. Вы сможете получить там плоды восток разбольше. И вот так же Иаков и семья Иакова пытались добраться до земли Ханан. Почему? Потому что в ту землю должен был прийти Мессия, который решит все проблемы. И поэтому для них важно было поселиться в земле Ханан и там ждать Мессию. И вот этот Мессия, который проществовали, Он пришел на эту землю. Христос пришел. Иоанн 1, сказано «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истинной». И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Человек сам не может решить проблему человека. Поэтому Бог вместо человека сам становится человеком и решает проблемы. Поэтому через смерть на кресте Он решает наши проблемы. А почему необходимо было именно умереть на кресте, чтобы решить проблемы. А потому что возмездие за грех, плата за грех, это смерть. Потому что обязательно надо умереть. Поэтому если человек умрет, тогда пользы не будет. Поэтому Бог принимает плоть и умирает. И Он дал обещание, что Он сам избавит нас от проклятия, от греха. Поэтому Иисус Христос умирает на кресте. Поэтому Иисус Христос почему умирает на кресте? Чтобы совершить обещание Бога о спасении. Поэтому Марка 10, 45 сказано «Ибо Сын Часов пришел не для того, чтобы Ему служили, а послужить и отдать Жизу во искупление многих». То есть Иисус на кресте Он закончил все страдания, проблему греха была закончена. Наша проблема греха была закончена. А также Христос закончил все наши страдания. Иоанна 19, 30 «Все совершилось». Вот филипийцы, филипийцам 4, 6, так сказано «Ни о чем не беспокойтесь». Почему? Потому что «Я все совершил». Филипийцам 4, 6 сказано «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И тогда филипийцам 4, 7 «Мир Божий, который превосходит всякое понимание, направит сердца ваши во Христе Иисусе». То есть сказано «Не беспокойтесь». Почему? «Я все совершил». А мы беспокоимся. Почему? А потому что мы не верим в то, что уже все совершило, все закончено. Поэтому в это время воскресший Христос, который все совершил, Он с вами пребывает. Поэтому я желаю, что вы не беспокоились. Я желаю, что вы оставили все беспокойства. То есть то, о чем я беспокоюсь, это не проблема. И та проблема, которая якобы у меня, это не то, что необходимо сейчас решить. Господь говорит «Я уже все закончил». То есть Господь, Он как совершенная жертва, Он закончил все наши проблемы. Вот если мы с вами посмотрим евреям 10.14, то сказано, что «Ибо одним приношением навсегда сделай совершенными освящаемых». Одним приношением совершенным образом. Аллилуйя! Послушайте, через смерть и воскресение произошло действие совершенной победы. И Бог вот эту победу дает нам. Проблемы греха, проклятия, которые приходят из-за греха, Он разрушил их. И поэтому Господь, который пребывал в гробу, Он воскрес. в гробнице, он воскрес и воскрес сказано, что после воскресения вот эта гробница, она была пустая. Почему? Потому что Он совершенным образом, как бы достоверно воскрес. то есть уже больше никого нет в гробнице. Но кто мог воскреснуть? Только один, это только Христос. Поэтому Христос, Он все не закончил смертью, но воскрес. поэтому пустая гробница. И через смерть и воскресение разрушил власть дьявола. Поэтому если мы посмотрим Иоанна 16.33, то Он также победив мир, что Он дает нам? Он дает нам истинный мир. Все сказали, что вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, Я победил мир. Аллилуйя. И теперь именем Иисуса Христа каждый, кто молится, тот, кто молится во имя Иисуса Христа, тогда пред именем Иисуса Христа всякое колено преклоняется. Уже мы посмотрим Филиппин 2.9, то сказано, посему Бог, и Бог превознес Его, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. То Бог, Он Христу дал власть и на небе, и на земле. Поэтому теперь все творение на небе и на земле и в преисподних оно преклоняет колени перед Христом. И теперь нам больше нет необходимости проливать кровь животных. Почему Христос уже все совершил? Потому что к примеру все проблемы уже закончены. И если у вас есть какие-то проблемы, молитесь во имя Иисуса Христа. Если у вас проблемы с детьми, молитесь за детей во имя Иисуса Христа. У вас проблемы в бизнесе, молитесь во имя Иисуса Христа. И тогда написано всякая колена будет преклоняться. И я благословляю вас, чтобы вы могли быть этим благовеснием, которое получает Божье использование ради спасения бездействия. И Бог желает, чтобы мы наслаждались призванием, абсолютным призванием стать свидетелями, которые испытали Христа. То есть Бог Он желает, чтобы мы сосредоточились оставшиеся дни жизни на Христе и стали свидетелями Христа. Потому что Христос Он и сейчас правит силой Своей благословениями. Поэтому необходимо всю жизнь вабан пойти и сосредоточиться на Христе. И есть метод, как жить свидетелем, испытывающим Христа. Христа для нас Христос это добрая весть. Потому что Бог Он говорит нам сегодня, что Божьей благодатью, Божьей силой Бог воскрешает Иисуса из мертвых. И у тех, кто услышали об этом, первое, это были женщины, это были верующие женщины. и для врага, для сатаны весть о воскресении это страшная весть. А для нас, а для верующих воскресение Христа является самой радостной вестью. Поэтому Иисус, Которого Я верю, это воскресший Господь. И тот, кто принимает этого воскресшего Господа, нет причины бояться. Да, могут прийти трудности. Пока мы живем в этом мире, могут прийти трудности. Но что говорится нам? Не бойтесь. Почему? Потому что хоть кажется и страдания, но это не страдания. Это время, когда мы можем испытать Божью благодать, силу Божью. Поэтому тот человек, который по-настоящему знает Христа, даже в трудностях находясь, он не испытывает что-то трудность. Вот с вами посмотрим. 2 Кориффином 1.5 Здесь сказано, что по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Вот если мы с вами будем испытывать радость от имени Христа, тогда хоть мы и находимся в страданиях, но в этих страданиях будет умножаться Божьей утешение, Божьей благодать. То есть в трудностях мы еще больше будем убеждаться в Божьей благодати и силе. И Христос, свет Христа сошел на меня. Поэтому я тот, кто обладает светом Христа. Поэтому не забывайте об этом и помните это. А что делать с водой сосна? Делать так, чтобы я об этом забывал. Свет Христа во мне находится. И теперь свет Христа во мне. И тогда что происходит? Деяние 1.3 Теперь на меня сходит Царство Небесное, потому что внутри меня есть свет Христа. А также на ваших местах действия, если сойдет Царство Небесное, решатся все проблемы. Вам необходимо знать об этом. Значит, метод решения проблем есть способ. Это несравнимое ни с чем схождение действия Царства Небесного, которое решает все проблемы. То есть даже невозможно это сравнивать с другими вещами. Насколько действия Царства Небесного совершенны, что действия происходят впереди, то есть Бог, Он действует всегда впереди нас. Вот когда Моисей, Он совершал исход. Какое действие произошло? Значит, Бог отправляет ангелов перед израильским народом. Прямо перед израильским народом Бог отправляет ангелов. А также Даниил, Он знал об этом. Вот если вы посмотрите Даниила 6 главу, то там сказано, что когда Даниил, держав за завет, молился, то что произошло? Бог, Он отправляет ангелов. И потом вот этот царь Дарь пришел и он спрашивает Даниила, жив ли ты еще? Даниил. И тогда что отвечает Даниил? Он говорит, Бог мой отправил ангелов и закрыл пастель вам. То есть что такое действие Царства Небесного? Это действие Божье всегда впереди меня. Поэтому вам нечем беспокоиться. Какие бы проблемы, ситуации не происходили, впереди меня действует Царство Небесное. Поэтому нечего бояться. Какой-то кризис пришел. Впереди меня Бог действует. Поэтому на всех местах действия не молитесь о чем-то другом. Молитесь за то, чтобы сошло Царство Небесное. Чтобы сошло на мою семью Царство Небесное. Чтобы на мой весь бизнес сошло Царство Небесное. Вот в Матфея 19 главы 28 стихе об этом же говорится. Если Духом Божьим изгоня Небесного, то достигло для вас Царство Божье. Как кто может войти в дом сильного и рассветить вещь его, если прежде не свяжет сильного? И тогда можно только рассветить дом его. То есть прежде необходимо связать сильного. Мы говорим, что прежде чтобы сокрушилась тьма на моих местах действий, прежде Царство Небесное должно сойти. Сейчас Триединный Бог вместе с нами пребывает. И действие, когда действие Триединного Бога проявляется на моем месте действия, тогда тьма уходит. И тогда совершается Царство Небесное. Поэтому каждый день на всех местах действия прежде молитесь, чтобы сошло Царство Небесное. тогда прежде будут сокрушаться вот эти силы, которые должны быть связаны. И тогда будут приходить настоящие ответы от Бога. И получится наслаждаться истинным проповедованием. И вот если я посмотрю сегодняшнее Медесное Списание, Иисус призывает учеников в Галлинию. Это очень важная вещь, связанная с призванием. Почему воскресшие Господь пошел в Галилею? Вот мы прочитаем в 16 стихе Один из уже учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел Иисус. Послушайте. Почему воскресший Иисус пошел в Галилею? Потому что это было место, где должно было быть провозглашено важное повеление Иисуса. Что это было за место? Галилея было место, где Евангелие исчезло. Поэтому это стало местом бедствий. Поэтому там Иисус встречается с учениками и дает им повеление. Что вы думаете об этом? Вот посмотрите сейчас на Европу. Вот посмотрите на Америку. Вот посмотрите на Корейские Церкви. Потеряли свет Евангелия. Поэтому воскресший Господь, Он пришел к нам и говорит нам Слово. Итак, ты иди спаси все народы и я имея власть на земле пребуду с тобою до скончания мира. Послушайте, на том месте действия, где потерян свет Евангелия, Бог говорит нам иди туда. Иди во все народы. Постав учеников. Поэтому в эту эпоху главным действующим лицом это человек, который является свидетелем воскресшего Господа Иисуса Христа. Еще раз скажу, мы с вами несовершенны, неидеальны, с недостатками кажется, но в эту последнюю эпоху мы с вами главные действующие лица истории. Вот Бог нас так называет. Я еще расскажу. Это поэтому имея вот эти свидетельства воскресшего Христа, достаточно просто принять решение о том, чтобы жить благовестником. Поэтому я благословляю, чтобы вы могли наслаждаться этим благословением, пока вы живете на этой земле. И благословляю, чтобы наша церковь получила этот ответ. Бог благодарен Тебя. Иисус Христом воскрес. И сейчас прибыла на престоле Божьем прибыла вместе с нами. И теперь дает нам совершенное повеление. Благодарим Тебя за это. И сделай нас свидетелями воскресшего Христа. Чтобы мы, как свидетели, жили на этой земле, могли спасти действительно из этих стран. Благослови, чтобы все верующие в нашей церкви могли испытать это действие. Молюсь во имя живого Господа Иисуса Христа с благодарением. Аминь.